Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеям и нашему девизу «За уживых оплакив и мёртвых разбиваем молнии» мы рассказываем о том, как борются с психосоматикой и ранним выявлением рака. Да-да, современная научная психосоматика способствует раннему выявлению рака. Но это не всем нравится, и с такими людьми, которые способствуют раннему выявлению рака, начинают бороться. Что я имею в виду? Конечно же, я имею в виду уважаемого доктора Евдокименко, который является академиком несуществующей Академии Наук. Но это не самое главное. Мало ли у кого какие есть регалии. Другое дело, что он чётко связывает рак с определённой причиной. Давайте мы сейчас это посмотрим. Почему это очень и очень важно? Да потому что, если вы знаете причину, то тогда... Рак органов дыхания, ну, лёгких, например, может возникать из-за чувства разочарования в жизни, из-за усталости от жизни. Итак, если вы устали и разочаровались от жизни, то у вас возникает рак лёгких. И, соответственно, вы предупреждены, потому что вы знаете, что у вас именно будет рак лёгких, а не какого-нибудь другого органа. Соответственно, вы не унываете, сами себя спасаете. Вы должны чётко совершенно понимать, что чем раньше вы поставите себе диагноз рака, тем легче его будет лечить. Вы знаете, у меня вот многие думают, что рак лёгкого – это обязательно смертельно. Это далеко не так. Современная наука способна лечить рак лёгких. Во многих случаях достигает успеха. И длительность жизни у пациентов достаточно приличная. Я знал таких, были среди моих друзей такие случаи. Поэтому, конечно же, ранняя диагностика рака. То есть, разочаровались в жизни, устали от жизни. Надо делать компьютерную томографию лёгких, потому что это золотой стандарт диагностики рака лёгкого. Ещё раз говорю, идёте и делайте компьютерную томографию. Конечно же, вот такие рекомендации очень многим не нравятся. Смотрите, сколько людей можно спасти от рака лёгких, если они сразу после разочарования или после усталости побегут ко врачу. Поэтому, очень многие пытаются отвлечь внимание от доктора Евдокименко. Кого я имею в виду? Ну, разных психологов. Например, вот на их сайте есть такие психологические причины рака. Обратите внимание, с разочарованием связан рак прямой кишки. Не лёгких, не органов дыхания, а именно рак прямой кишки. Что же должен думать тогда пациент? Вместо того, чтобы обследовать лёгкие, ему придётся обследовать тогда прямую кишку, что будет неверно. Или, пожалуйста, ещё один сайт. Рак шейки матки. Сильнейшее разочарование. То есть, это ставит в заведомо невыгодное положение женщин. Так она разочаровалась в жизни. И она могла бы пойти и сделать компьютерную томографию лёгких. А здесь она пойдёт вместо пульмонолога к гинекологу. Время будет упущено. Почему эти люди так поступают с доктором Евдокименко? Всё очень просто. Это обыкновенная зависть. То есть, они завидуют его выдающимся результатам. Поэтому, если вы просто устали от жизни, разочаровались, пожалуйста, это только лёгкие, только хардкор. Бегите скорее, делайте компьютерную графику. Кого вы должны за это благодарить? Не нас. Конечно же, вы должны благодарить за это доктора Евдокименко. Мы здесь просто являемся людьми, которые делают выводы из его учения. Как бы то ни было, пожалуйста, за такие практические выводы, мы бы хотели, чтобы вы подписывались на наш канал, писали нам комменты, ставили нам лайки. Если хотите отблагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч!